Эх, не хотел я особенно поднимать эту тему, потому что могу себе представить, сколько будет недоумения или даже недоверия к моим словам. Но так как я периодически получаю вопросы об этом, и последнее письмо меня окончательно убедило, что все-таки стоит об этом поговорить. Так как я вообще много говорю о Германии, это может быть воспринято так, что я призываю людей сюда приехать, сесть на пособия и сидеть, так сказать, на шее у государства. Именно поэтому я не хотел об этом говорить. Итак, молодой человек пишет мне. Еще у меня назрел такой вопрос к вам, как к жителю Германии. Я общаюсь с женщиной, жителем Германии, она изучала шесть языков, среди которых русский, польский и украинский. Но общаемся мы в основном на английском, так как в русском она не все понимает, а немецкий и украинский я почти не знаю. Недавно зашла речь о том, что происходит с безработными и нуждающимися в Германии. Она сказала, что сама не работает и принимает много лекарств, которые предоставляет ей государство. И без пособия по безработице и других пособий она была бы в затруднительном финансовом положении. Еще она сказала, что думает, что это было бы хорошо, ввести безусловный базовый доход, чтобы государство платило всем определенную сумму денег каждый месяц, вне зависимости от их положения. И что это будет возможно, так как экономика развилась уже до такой степени, что можно большинству людей не работать, а просто жить. Она считает, что пора изменить взгляд на человека и перестать считать его объектом экономики. Когда я высказался критически по этому поводу, она сказала, что это российское прошлое не дает мне доверять государству. Так вот, для меня было шоком то, что она сказала, как это так, не работать и чтобы тебя всем обеспечили. Если случалась беда и человек не по своей воле оказывался на улице, то да, государство должно о нем позаботиться. Но массово садиться работоспособным на шею государство, точнее налогоплательщикам, это у меня в голове не укладывается. Скажите, пожалуйста. Ее точка зрения – это распространенная точка зрения немцев или же это редкая точка зрения? Для меня, повторюсь, было большой неожиданностью услышать рассуждения, очень похожие на коммунистические от жителей Германии, которые, как принято считать, люди работают не покладая рук. В той же Украине запрещена коммунистическая идеология, и люди в штыки воспринимают идею из серии «взять у богатых и отдать бедным», так как уже натерпелись последствия в прошлом столетии. Людей, кто распространяет такие идеи, считают любителями халявы и осуждают. Слово «пролетарий» обрело негативный оттенок. Еще интересно, в Германии есть несколько партий, представленных в парламенте. Какие из этих партий проводят политику, соответствующую представлениям моей знакомой, а какие – политику снижения государственных расходов и уменьшения давления налогов на средний класс. Начну с самого конца. Это политику повышения пособий для бедных, и то, что озвучил мой подписчик «взять у богатым и отдать бедным», проводит партия СПД, которая длительное время никак не может победить в Германии. Но на тот короткий период, когда господин Шрёдер был канцлером, и была введена программа так называемая «Hards Fear», известная в Германии программа по поддержанию штанов, грубо говоря, для бедных, превратившаяся в настоящую эпопею, когда люди, потерявшие работу, просто плотно сели на пособие от государства. Почему, я объясню вам позже. Итак, приблизительно понятно, в Германии всегда конкурируют две основные силы, ЦДУ и СПД, все остальные партии, ФДП, партии зелёных, делинька, то есть левые, они не такие многочисленные и всегда входят лишь в коалицию, не получая никогда полной меры власти в этой стране. Теперь, что касается женщины, с которой вы столкнулись. Как бы это кощунственно не звучало, господа, поймите, Россия, Украина и Белоруссия – это страны третьего мира. Хочется вам это принять или нет, но это так. Россия – очень бедная страна. Я даже не хотел бы спрашивать, сколько там назначают пособия по безработице, так как я знаю, что, например, пособия на детей просто смехотворные. Поэтому сравнивать эти страны невозможно. Германия, как и, например, скандинавские страны и большинство европейских стран, находятся далеко впереди в плане развития культурного, экономического, политического. Германия – страна, которая может позволить себе выплачивать своим безработным очень приличное пособие. И так я сейчас назову катастрофические в глазах российского обывателя цифры. Средняя семья в Германии получает пособия, скажем так, папа, мама, ребенок или двое детей получают пособия в размере 1200 евро в месяц. Плюс дополнительно детские деньги – это 200 евро на ребенка, соответственно, если двое детей – это 400 евро. Итак, средняя семья, где два безработных и двое детей могут иметь в месяц спокойно 1600 евро. При этом родители оба не работают. Они могут заниматься чем угодно и сейчас самое интересное – годы. Эта ситуация может продлиться на годы. Это не значит, что вот сейчас на пару месяцев их поддержат и потом нет. Закон принят таким образом, что человек может не просто в течение года, двух или пяти лет сидеть на так называемом социале, но и эта ситуация может продлиться на 20-30 лет. Снизу я даю ссылку на беседу с таким социальщиком, который уже больше 30 лет живет в Германии, практически все время находясь на социальном пособии. Если вам интересно, послушайте откровения этого человека, почему он не работает. Основной его аргумент в кавычках заключается в том, что в России он был высокообразованным человеком. Приехав в Германию, он не смог выучить язык. Ему стали предлагать различные работы, которые, по его мнению, его оскорбляют. Ну, например, работу с санитаром или уборщиком улиц или еще чем-то таким, для чего не требуется квалификация, а самое главное – язык. Удивительно, конечно, что за 20 лет он не выучил язык, находясь в стране. Ведущую это очень удивляет. Но он настаивает на том, что с удовольствием бы пошел работать ассистентом на телевидении или что-то в этом роде то, что он делал в России. Почему государство это позволяет, узнаете вы также из этого ролика, если внимательно его послушаете. Социальный работник отвечает. Когда-то был принят закон. Германия – законопослушная страна. И теперь этот закон не обсуждается. Многие годы говорится, что это плохо, что нельзя разводить трудней. Но, с другой стороны, ничего не делается для того, чтобы изменить ситуацию. А вот тут заложен, как говорится, секрет этого ларчика. Дело в том, что Германия действительно настолько развитая страна, что может позволить себе несколько тысяч людей, существующих за счет остальных. Почему? То, что не написала вам знакомая. Потому что проще дать людям минимальные деньги для того, чтобы они просто спокойно сидели дома, чем все эти недовольные вышли бы на улицу и начали крушить все вокруг. Как бы произошел негласный договор между богатыми и очень бедными. Мы даем вам какую-то часть средств, чтобы вы могли спать, есть, иметь квартиру и смотреть телевизор. А вы за это сохраняете статус кво и не требуете от нас большего. Вот приблизительно такая ситуация существует в Германии. Я абсолютно уверен. Если бы эти несколько миллионов безработных, их, по-моему, 3 или 5 миллионов по всей стране, действительно мешали бюджету Германии, то эту ситуацию бы давным-давно изменили. Но в том-то и секрет, что эта ситуация выгодна государству, хоть и вы не можете себе это представить. Так как деньги, а я уже говорил это в отношении беженцев, которые выдаются этим семьям, опять же используются в экономике. Люди покупают дешевые товары, продукты. Люди продолжают платить за свои квартиры и прочее. В конце концов, есть надежда, что социальщики рождают детей и дети, может быть, будут выходить из этой ситуации с желанием заработать чуть больше денег. Многолетний безработный из того ролика, ссылку на которого я даю, говорит следующее. По большому счету, если я сейчас пойду работать, я буду работать 8 часов в день, но заработаю немножко больше, чем пособия. И он из-за этой разницы, вот этого немножко больше, не хочет подниматься с постели и идти куда-то зарабатывать. Проблема именно заключается в том, что минимальная зарплата действительно ненамного отличается от пособия. Если человек хорошо устроен и его заработок зашкаливает за 2, 3 и так далее, ему страшно вдруг в какой-то момент опуститься до 1000 евро в месяц. Но если человек не квалифицирован, если даже он устроится на работу и, скажем, будет зарабатывать 1300 или 400, а на пособии будет получать 1200, то в основном люди говорят, лучше я откажусь от этих 200 евро, которые я, кстати, буду расходовать, если буду ездить на машине на работу. Вопрос, как говорится, в том, чтобы в Германии была поднята планка для работающих людей, чего много лет не происходит. Каждый год поднимают минимальную сумму зарплаты, но все равно эта сумма не слишком превышает пособия. Вот это и есть развитое социальное государство на уровне с коммунистическим, когда пособие по безработице в силу экономических причин фактически сравнялось с минимальной заработной платой, что большинство людей поставило перед дилеммой «работать или не работать» и, как правило, в этом случае они решают за последнее – не работать. При этом, даже если они выходят на пенсию, они продолжают получать свое пособие, а это значит, ничего не изменится в его ситуации. Если вас очень сильно удивит эта ситуация, то вспомните, что буквально два года тому назад в Швейцарии, а затем и в Финляндии, провели референдум с вопросом, как вы считаете, было бы нормально перечислять людям в месяц, скажем, 2000 франков, при этом не заставляя их работать, так сказать, пожизненная рента. И эта женщина, которая вам писала, видимо, говорит именно об этом, что было бы неплохо уже вести такую общую ренту для всех желающих. На референдуме в Швейцарии ответили «нет, мы не хотим получать 2000 просто так». Но это был пробный шар. В конце концов, все развитые экономики, и я в этом уверен, придут к этому состоянию. Если вы активный человек, то вы должны понимать, что только находясь дома и ничем не занимаясь, вы деградируете. Поэтому нормальные люди, тем не менее, стараются в своей жизни что-то делать. На вопрос «почему государство позволяет» мой ответ, мой субъективный ответ, потому что государству это в какой-то степени выгодно. Экономика действительно развита, и проще раздать какое-то количество пособий для сохранения спокойствия в стране. Ну а все остальные этические вопросы, справедливо ли это или нет, можно ли, чтобы эта ситуация продолжалась, поверьте, в Германии они периодически возникают. Роликов только на немецком языке по этому поводу тысячи. Эта тема постоянно присутствует в воздухе, но на данный момент ситуация не меняется, и никто не знает, как долго еще в Германии будет существовать знаменитая на весь мир система «Хардсфир». Если хотите, ищите больше информации по этому поводу, оставляйте свои комментарии, что вы думаете. Мое мнение такое. Появляются все черты коммунизма. Хотим мы это или нет, только в России к этому хотели прийти извращенными путями и потерпели фиаско. Страны же западокапиталистические страны просто занимают своей экономикой и повышая культурный уровень, а также заботясь об отдельном человеке, незаметно таким образом практически перешли в самый настоящий коммунизм.